Всем здарова народ, с вами Варчик, взял три отметки на легендарном льве, поэтому пора про него поговорить, расскажу вам что это за танчик и мы с вами поймем хороший он или нет. По традиции начинаем с брони, итак, что в броне хорошего, что в броне плохого. Для начала, самая уязвимая зона, ну или их даже две, это НЛД, которая 120 мм и наклона почти нет, и при введенке получается дай бог 140 мм. Если мы даже доворачиваем, все равно получается нищая броня, НЛД это прям ужас. То есть в открытом поле наш танк танкует плохо, поэтому всегда нужно прятать НЛД. Если в нижнюю часть НЛД попадают там 150 мм и дикие наклоны, при введенке получается 300+, поэтому НЛД хоть и простое, но не совсем. А выше НЛД у нас 225 мм, причем это без приведенки. Когда мы рампуем, они становятся чуть потолще, но все равно это тонкая полоска, такое себе. И ВЛД у нас тоже 150 мм, и на самом деле ВЛД плохое, почему? Потому что наклон так себе, и при введенке мало получается. Ну в общем против девяток, десяток, да даже против восьмерок ВЛД не очень. Но если мы играем через рельеф, и наша пушка опускается, то ВЛД через рельеф может достигать каких-то там сумасшедших цифр, и это уже будет хорошо. Наши УВНы позволяют нам играть через рельеф, поэтому играем через холмики, либо играем от борта. Борта у нас 100 мм, ими танковать можно хорошо и даже нужно, но возле башни есть небольшая каемка, которая пробивается, но попасть в нее, честно говоря, тяжело. Также еще полочка на двигателе пробивается, и по правилу трех калибров могут пробивать у нас крышку корпуса двигателя. Если калибр будет там уже какой-нибудь деструктор 120 мм, вот лев льва не пробивает, по правилу трех калибров пушка не такая ужирная. Также у нас есть надгусеничная полка, которая 40 мм, и всякие С-6 могут по правилу трех калибров ее пробивать, а вот всякие львы нет. Борт очень толстый, гусеница толстая, бортом в целом танковать хорошо. Борт выставляем, танкуем, кайфуем. Также у нас есть еще вторая узимая зона, лючок 80-150 мм, тут как повезет. Также еще могут пробить над маской крышу, но это скорее не крыша, а стык лба башни с крышей. Там какой-то вот козырек такой вот есть, и вот в него могут пробивать получается. Ну и самое крепкое и серьезное, что у нас есть, это маска, которая 300-400-500 и так далее. Тут у нас показывают, что 200 мм возле пушки, но я так понимаю, это экран 200 мм, за которым еще что-то находится. Поэтому на самом деле лев в башню пробивается очень сложно в район маски, но вот щеки вокруг маски пробиваются не сложно. Во-первых, возле самой маски есть место, которое легко пробивается, но оно маленькое и попасть сюда сложно. И щеки вокруг тоже не сильно бронированные, тут можно выцелить серединку, где брони мало. Так, в целом, очень хорошая броня у нас и в борту, и в башне, и мы играем либо от рельефа, либо бортом танкуем. Также, если танковать обратным ромбом, то брони по-прежнему много. Также не видно над гусеничную полку, потому что она будет с другой стороны, и не будет видно вот эту полочку крышки двигателя. Но, если у врага большой калибр, он вас будет пробивать в крышку двигателя сверху, поскольку она тут наклонена на жопу. Но если жопу не показывать, то вполне себе можно танковать обратным ромбом. Единственное, что смущает, это броня ВЛД, и она, прямо скажем, ну так себе. Вот мы и познакомились с броней Льва. Некоторые места у этого танка очень радуют своей броней. А вот, допустим, ВЛД разочаровывают, поскольку это нищая броня, даже по меркам 8 левела против одноклассников, да даже против семерок. Не дай бог, если враги будут стрелять сверху, ее вообще не хватит ни на что. Да и, допустим, то же самое НЛД, оно даже против низких уровней не спасает ни от чего. Поэтому, у Льва есть два состояния, когда он чувствует себя хорошо, сухо и в комфорте. Когда он играет от рельефа и спрятал все, кроме башни. И когда он играет от здания, либо какой-нибудь скалы. Играет, в общем, на каком-нибудь повороте и показывает только борт. В этих состояниях ему хорошо и комфортно. А во всех остальных, наша кошечка чувствует себя плохо. Но это хорошо, что есть места, которые по броне прям отличные. Поэтому танк чувствует себя хорошо и на бугристых всяких картах рельефных. И в городских тоже не теряется. Играть на нем в целом хорошо. Нет таких карт, на которых бы он терялся и не мог выдать какой-нибудь свой стабильно средний нормальный результат. Теперь давайте познакомимся с остальными параметрами танка. Во-первых, что хочется сказать, у нас как для тяжелого танка достойный обзор 400 метров. Это всегда пригодится для фарма серебра. Наш танк премиумный. И в целом это удобно и приятно видеть врагов. Также у нашего танка, помимо того, что есть достойные места в броне, у него еще и 1650 хп. С прокачанной полевой модернизацией и установкой закалки в слот, у нас получается 1870 хп. Если немножко округлить, то это практически 2000. 2000 очков прочности плюс достойная броня местами, это довольно-таки недурно. И все это на восьмом уровне. По живучести лев вполне себе ок. Теперь поговорим про одно из самых интересных в каждом танке. Это орудие. Точность 0.33, сведение 2.8. Альфа скромная, как у СТ-шки 320. И пробитие 234 ББшкой, 294 Голдой. Пробитие у нас достойное, что ББшкой, что Голдой. Также наше орудие опускается на 10 градусов. И вверх поднимается на 38. Можно и землю занюхнуть, и спину себе почесать. Бетонная мешалка ворочается просто офигенно. Но вот что печально, это ДПМ 1600. Он где? Добавляем сюда еще и нищую Альфу 320. Казалось бы, орудие хочется ругать. Но куда это? Где это видано в 2022 году? У тяжелого танка на восьмом уровне Альфа 320. Ужас какой. А ДПМ это что? На первом уровне такой ДПМ? Что это за 1600? Но у Льва достойная стабилизация. Отличная точность 0.33. Без оборудования, без ничего. И скажу вам так, снаряд летит в прицеле. Очень даже хорошо. Распределение снаряда по прицелу? Очень приятное. Танк попадает. Если целится и сводится, вообще шикарно. Чем орудие не нравится? Тем, что нет Альфы и ДПМ. В конце боя на нем очень сложно затащить бой. Тяжело добивать шотных, поскольку у нас пушка заряжается долговато. Да и Альфа не сильно большая, чтобы всех добивать. Но что в орудии нравится? Оно комфортное. Оно стабильно наносит урон. Реализация каждого снаряда очень хорошая. Пока я брал на Льве 3 отметки, я заметил такую особенность на Льве. Практически не было таких боев, где бы я не отбил свой стандартный нормальный урон. Циферки по засвету, по сбитым гусеницам. Каждый бой много цифр. Стабильный фарм серебра, стабильный результат. Причем результат неплохой. Хоть и планка у нас 2500 на 3 отметки. На мой взгляд, планка здесь как у забытого танка. Лев достоин планки в 3 отметки в 3000, а то и в 3300. Когда я брал 3 отметки на этом танке, средуха была практически 3000. Если поиграть на нем побольше, я думаю будут сессии и за 3000, но конечно же не каждый раз. А все почему? Потому что для Льва нет неудобных карт. Высокая реализация выстрелов. Да к тому же еще и хороший обзор 400 базового. Это офигенно. У танка все в порядке. У него все хорошо со всем. И с броней, и с хп. Реализация каждого выстрела очень высокая. Если мы едем активно играть в игру, с самой первой минуты боя, мы стабильно каждый бой набиваем много цифр, что нам приносит много опыта, много серебра, стабильно высокий результат. Но вот держать высокий процент побед на этом танке нелегко, поскольку в конце боя наш танк начинает уже превращаться в дряхлое ненужное ведро. Поскольку ДПМа не хватает, чтобы ездить по всей карте и всех лично убивать, когда на нас упаруются, ДПМа может не хватить. Да и с нашей Альфой тоже нелегко добивать, поскольку она малюсенькая. Но в целом это 320, это не 0. И пока враги подставляются и пытаются по нам пострелять, и чаще всего они не пробивают, мы стабильно практически все выстрелы даем с уроном. Поэтому и результат высокий. Поскольку легко пробивать врагов с такой точностью, стабилизацией и сведением. Поэтому оборудование на этом танке у меня было следующее. Турбина, чтобы пофиксить один из самых больших минусов танка, это скорость. Закалка, чтобы увеличить наше огромное количество ХП. И наше великолепное выживание повысить до каких-то там безумных значений. Ну и досылатель, чтобы пофиксить наш ДПМ, которого нет. В общем и целом, оборудование 2.0 полностью покрывает потребности Льва. И дает именно то, что ему надо. Также на мой взгляд, дорогие снаряды у этого танка с Альфой 320. За обычную ББшку мы отдаем 1000 серебра. Такое впечатление, что я миллиардер за каждый снаряд 1000 отдавать, чтобы 300 урона нанести. А за голду там вообще 4 или 5000. Что это за цена такая за 300 урона, я не знаю. Но по сути, за каждую 1000 серебра мы практически всегда наносим урон. Не сказал бы, что Лев очень много фармит, но стабильно хорошо. Лев мне в целом понравился тем, что на нем очень легко играть. Он простой, как 2 копейки. Во всем удобный, приятный. И очень хорошо, что он не горит в лоб. Да, двигатель, а именно трансмиссия, но по сути двигатель часто выбивает в НЛД. Но с ремкой, которая перезаряжается, по сути, проблемы как таковой особо нет. Поскольку нажал и поехал. Простой, удобный, хороший, нормальный танк. Не имба, но гораздо выше среднего, если руки растут откуда надо и ровные. В конце еще хочется поговорить про полевую модернизацию. Вы думали, я забыл, наверное, про нее сказать. Но на самом деле нет. Просто про нее нечего говорить. Она практически бесполезна этому танку. Что в ней можно прокачать? Ну, наверное, одно из самых полезных, это проходимость грунтов, чтобы танк быстрее набирал скорость и лучше ее держал. Все. С пушкой у нашего танка все хорошо. И в полевой модернизации улучшать либо точность, либо сведение. Обычно я улучшаю точность. Но три отметки я взял с улучшенным сведением. Точности и так хватает. Мне кажется, там что-то ставь, что другое. Разницы никакой. Пушка нормальная, что так, что так. Поэтому, по сути, улучшение пушки не требуется никакое. Можете на свой вкус и цвет поставить либо сведение, либо точность. Вообще все равно. Ну и последнее. Улучшить обзор либо защиту от оглушения. Тут уже смотрите в рандоме. Если арты очень много, то лучше защиту от оглушения. В нашего медленного льва постоянно арта будет стрелять. Ну а если арты особо в рандоме нет, там во время марафона или еще какие-нибудь там замечательные активности, картоха подрубила, то лучше, конечно, улучшить обзор. Ну по сути, что есть полевая модернизация у этого танка, что нету. Самое главное, что она дает, это проходимость грунтов и увеличение хп. С вами был Варчик. Горать красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok